В целях предупреждения ДТП с участием пешеходов с 19 по 24 ноября Госавтоинспекция проводила профилактическую акцию «Время стать заметным», в рамках которой инспекторы районного отдела ГАИ отправились в агрогородок Горбацевичи, филиал агрокомбината Бобруйского комбината хлебопродуктов, чтобы еще раз напомнить сотрудникам предприятия, как это важно быть заметным. Но как обычно, дорожные милиционеры приехали не без подарков и вручили всем световозвращающие жилеты и нарукавники. Все работники филиала агрокомбината КХП, водители, механизаторы, животноводы, все имеют специальную одежду, которая обозначена световозвращающими элементами. При движении на работу, с работы мы заметны в темноте. Важно не только иметь светоотражатели, но и правильно их разместить. Фликер должен находиться спереди. Если это нарукавная повязка, надевать ее на правую руку. Обозначенный таким образом пешеход дает возможность водителю своевременно его заметить и избежать наезда. Нас всегда приучали к тому, что светоотражающий элемент очень важен и должен присутствовать на одежде любого человека. В темное время опасность совершения наезда увеличивается по сравнению со светлым в 9 раз, поэтому нужно быть как можно более заметным. Именно фликеры и жилеты повышенной видимости помогают в этом. Для подтверждения наших слов сотрудники районной госавтоинспекции провели эксперимент на трассе со светоотражателем и без него. И как можно заметить на кадрах, без специального приспособления человек становится незаметным уже спустя 25 метров. А это очень мало для того, чтобы водитель сумел правильно среагировать на ситуацию. С фликером более 200 метров видимости. Цена вопроса от 3 до 7 рублей. Вот только стоят ли эти деньги в вашей жизни? Должен понимать каждый, что от быстроты того, как водитель обнаружит на проезжей части движущегося того же пешехода, велосипедиста, опять же, зависит правильное действие водителя. Ну и в конечном итоге преследуется одна цель, чтобы избежать дорожно-транспортного происшествия. В ближайшие дни синоптики прогнозируют колебания температуры от минусовых до плюсовых значений, а также туман и дожди и снег. В связи с этим на отдельных участках дорог возможно внезапное образование гололедицы. Поэтому водителям стоит выбирать сдержанный стиль вождения, необходимо повысить бдительность при проезде пешеходных переходов, пристегиваться всем сидящим в автомобиле, обеспечить безопасную перевозку детей. Кроме того, уже с 1 декабря сотрудники госавтоинспекции будут штрафовать водителей за езду на летней резине. Всего же с начала года в республике совершено 2750 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в которых 395 человек погибли и 2939 получили травмы. При этом в темное время суток произошло 870 ДТП, в которых 202 человека получили смертельные травмы, 833 ранения. Кристина Рианц, Павел Зуев, Итоги недели.